Продолжение следует... Продолжение следует... Желаю успешного года впереди. Ужайтесь. Учеба детей – это такое сложное родительское занятие. Держитесь. Мы с вами. Всем удачи. Ну что, коллеги, давайте начнем наш торговый план с главной новости, конечно, сегодня 31 августа, окончание чемпионата мира по трейдингу. И мы с вами открываем таблицу, делаем скриншот и сохраняем в программе. Сохраняем в программе, которая уже... Эта картинка будет итоговым результатом официальным чемпионата мира по трейдингу 2018 года. Здесь справа мы поставим места и опубликуем ее. Как мы видим, первое место и кубок Utrade TV, чемпион мира по трейдингу 2018 года, получает трейдер Питерский. Его доходность составила 43,43% за месяц. Месячная доходность у нас является MD. Здесь написано показателем. Так, по-смешному 43,43. Но показатель блестящий. Дай бог вам всем зарабатывать, друзья, по 43% в месяц депозитов в валюте. Мы искренне рады за Евгения Питерского, который очень активно работает у нас в чате, активный участник Utrade TV. И также активно боролся на этом чемпионате мира. Поздравляю с заслуженной победой. Желаю дальнейших удач. Сегодня, конечно, мы сделаем пресс-релиз и активно на эту тему поговорим. Двигаемся дальше, друзья. Да, а Евгения, естественно, приглашаю в Москву 7 декабря на церемонию по вручению кубков лучшие в трейдинге. Так что, Евгений, прошу вас запланировать сразу эту дату пятница, 7 декабря 2018 года. Конечно, хотим видеть вас в Москве обязательно, поскольку вручить лично кубок, пожать руку. И люди хотят с вами познакомиться, естественно. То, что вы выбрали быть анонимным, естественно, ваше право. Но приехать на церемонию, так сказать, лично получить, это как бы, я считаю, сам Бог велел. Мы не каждый день становимся чемпионами мира, к сожалению. Все, друзья, двигаемся дальше. Давайте посмотрим, что технический анализ нам несет сегодня. Биткоин после двух дней снижения, посмотрите, вот как не верить в технический анализ. Посмотрите, ударился практически в нижнюю границу, которая была раньше с сильным сопротивлением, стала сильная поддержка и отскочил. Эфириуму, правда, это не помогло, он снижается. Да, биток еще вчера наполовину отбился, вы видите, да, а сегодня пошел наверх. Эфириум немного вниз, лайткоин пытается наверх, эфириум классик вниз. Манера, смотрите, как красиво сегодня пошел инструмент. Биткоин кэш на открытии и риппл на открытии. Ну нет, единой картины роста нет, биток идет наверх, можем надеяться, что он вытащит остальных. Ну что, друзья, нефть в очередной раз всех удивляет. Опять вчера в плюсе, сегодня в плюсе. Монета, кстати, вчера была не права, она показала села, состоялся бай. Вот, ну что, вот ту отметочку, которую мы с вами поставили наверху, 70,94 в начале недели. Ну, мы туда идем, идем через просадку, правда, да, здесь была небольшая просадка, один минусовой день на этой неделе. Но мы туда идем, вполне себе. Вот, единственное, коллеги, напоминаю, сегодня пятница. Сегодня пятница, и после двух мощных недель, тем более конец месяца, могут люди захотеть зафиксить прибыль. Это не конец квартала, да, но тем не менее, знаете, могут захотеть зафикситься. Поэтому вот сегодня я лично даже из этих соображений, причем посмотрите, две недели мощные какие, не знаю, я вот насчет сегодняшнего дня не уверен. Я вижу нефть наверх, я вполне вижу ее на 70,94, но, мне кажется, не сегодня. Ловить коррекцию я бы не стал. Ну, те, кто стоят в покупках, ставьте без убыток, когда дейтесь, что в течение дня будет расти. А в течение дня может расти. А вот чтобы, а вечером, мне кажется, будут крыться так или иначе. Поэтому умеренный рост по нефти, вижу, сегодня, но только умеренный. Индекс доллара, друзья, вчера вырос, сегодня опять пытается снизиться. Уже ретест кривой головы и плечи, уже трижды состоялся, мне кажется. Ну, не знаю, мне кажется, вполне сегодня могут развернуться вниз. Еврик на этой волне, вижу, наверх. Мы вчера обсуждали тему коррекции, она состоялась, мне кажется. Вот она ее коррекцию и показали. Достаточно глубоко проходили по еврику вниз. Ну, все, мне кажется, разворачивается. Фунтик, правда, второй день продолжает снижаться. Ну, как-то объемы снижения небольшие, поэтому его тоже могут легко развернуть, если что. Доллар и иена вниз сегодня. И смотрите, доллар и иена, как живет своей жизнью. Вчера доллар снизился резко по иене, да? А индекс вырос. Но в плюсе остался. То есть, как торговать иену? Я вам говорю, иену надо торговать от обратного. Франк удивляет. Слушайте, прям тянет, смотрите, как резко. 0,9657. Какая-то внутренняя история прям. Мы с вами обсуждали, что после вот этого пробоя могут уйти глубоко вниз. Смотрите, всю неделю, пять дней подряд бульк вниз. Кто продавал доллар-франк сейчас в шоколаде? Доллар канадец, не такая история веселая. Три дня познижались, два дня растет. Видимо, все-таки нефтюшку ждут ниже, раз доллар, даже падающий доллар растет по канадцу. Это верная тема, что нефтюшку ждут вниз, друзья. Доллар-канадец может служить опережающим индикатором в данном случае. И причем, посмотрите, этот пробой, его отбили уже. Мы опять выше отметки 1,2992. Это важно. Австралийский доллар пытается пробить лаи уже вблизи. На падающем долларе, австралийский доллар падает. Тоже внутренняя слабость, слушайте. И новозеландец падает, а золото растет. Вот золото рыночное себя ведет сегодня. И серебро растет. Понятненько. Итог подведем чуть попозже. Давайте посмотрим глобальные новости, что интересно. Есть новости интересные. Дональд Трамп, президент США, пригрозил выходом США из ВТО. Если ВТО не станет лучше относиться к штатам. Ну, то есть, перевожу на нормальный язык, не начнет давать какие-то скидки и привилегии. Ну, что... Рамп развалит вы того, если захочет, без сомнения. Более того, я смотрю, что он говорит, что Google, Facebook, Amazon, maybe antitrust situation. Так бы еще, как бы сейчас, так сказать... Он отказался комментировать на возможные, как бы, нападения, ну, как бы, такие атаки в отношении технологических гигантов. Но неоднократно, журналисты пишут, Блунберга, неоднократно он упрекал социальные медиа в том, что к нему плохо относятся. Но это намек на то, что антимонопольные службы сейчас могут взяться. Google, Facebook, Amazon. Сейчас Трамп может завалить эти три акции. Реально вам говорю. Сегодня трудно будет на рынке, на американском по этим акциям. Далее, друзья, сложная ситуация в разыграющихся странах. Причем тревожно сложная. Смотрите, что творится в Аргентине. Она повысила ключевую ставку до мирового пика. Ставка Центробанка Аргентины сейчас, ключевая ставка там тоже, до рекордных 60% годовых, чтобы остановить обвал Песа, который обесценился с начала года более чем на 50%. Мудис, американское рейтинговое агентство, считает, что такое решение регулятора лишь усугубит рецессию. Конечно, чем выше вы раскручиваете ключевую ставку, тем больше падает валюта. Это всегда одинаково. Хотя пытается изобразить, что это для торможения. Никакого торможения. Наоборот, кредит дорожает, цены растут. Чтобы предпринимателю отбить кредит, он поднимает цены и так далее. Это замкнутый круг. И что тревожно, вот это вот решение, оно сразу повлияло на другие валюты слабые. На турецкую лиру тоже, она пошла назад к 7. Индонезийская рупия, я вижу сообщение Бундерга о том, что индонезийская рупия упала до самой низкой, за 2 десятилетия отметки, где она была в момент кризиса 98-го года. Почему меня это тревожит? Смотрите, Аргентина, Турция, Индонезия. У нас 98-й год в России начинался так же. Сначала попадали слабые экономики, та же Аргентина, те же юго-восточно-азиатские страны. Там, правда, были Таиланд и Малайзия в первых рядах. Но разница небольшая для нас. То есть, если иначе начинают падать развивающиеся страны, мы часто идем за ними. Поэтому, конечно, сегодня за рублем, за российским фондовым рынком следим внимательно. Пока ситуация нормальная, абсолютная. Я смотрю, 68, рубль выше не ушел. Он был на этих отметках. Он и 69 был дней 10 назад. Пока рубль не удерживают. Это очень правильно. Центробанку надо очень активно сейчас работать с рублем, удерживать его, помогать его удерживать. Потому что ситуация сейчас, 31 августа, уже очень похожа на август 98-го года. Но я надеюсь, ЦБ это все видит. Далее, друзья. Центробанк отозвал лицензию у банка из четвертой сотни. К2 банк называется. Объяснили так. Регулятор объяснил, что это связано с наличием реальной угрозы интересам кредиторов. А после отзыва лицензии уже никакой угрозы нет. Далее, друзья. Центробанк России впервые не раскрыл доходность инвестирования пенсионных накоплений. Это произошло на фоне убытков крупных НПФ. Второй аналитик за месяц предрек доллар дороже 75 долларов рублей за 1 доллар. Это прогнозирует БКС, друзья. Он видит, аналитик компании БКС видит, что к концу 2018 года доллар укрепится до отметки 76 рублей 70 копеек. Серьезный прогноз. Далее, коллеги. Две удивительные новости. Apple, компания Apple снова новые айфоны представляет. 12 сентября Apple приглашает журналистов на презентацию новых смартфонов и гаджетов. Я уж не знаю, что там еще новее они могли придумывать. Может, там, айфон с вертикальным взлетом какой-нибудь. Ну, ждем, может, через две недели узнаем, что там они намутили нового, друзья. А это, друзья, надо видеть. Это вот не опишешь. Это не опишешь. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, поехала в Кению. Встретили ее хорошо. Там посидели, видимо, хорошо. И Тереза Мэй решила станцевать с местными танцорами. Но просто она здесь не выросла, понимаешь? И немножко ее танцы выглядят как-то по-другому. Я что-то не могу. Прелесть какая. Ой, молодец. Еще раз надо. Не могу. Вот так, друзья, надо уметь танцевать, как Тереза Мэй. А вы, наверное, и не умеете. Монета. Две стороны у нее. Бай и сел. Давайте узнаем, что она сегодня думает. Эта неделя в нее не особая. Я хочу сказать, из четырех раз один раз только попало. Поэтому будьте бдительны. А видим. Бай сегодня у монеты. Монета Бай. 31 августа. Бай. Сейчас мы это обсудим, конечно. Глобальные новости макроэкономики, друзья. Пятница. 31 августа 2018 года. Пока ничего не вижу. Нет, коллеги. Сегодня день пока прямо ничего не вижу. Ну, как обычно, число буровых остановок от Бейкер-Хьюз, кому интересно. А так, в последний день, в последний день лета в информационном плане будет достаточно спокойно. Все, друзья. Спасибо всем большое за участие в этом эфире. Да, подведем итоги давайте. На мой взгляд, я нефть вполне вижу наверх сегодня. Во всяком случае, до вечера вполне. Кто будет торговать сегодня в течение дня, постоять в нефти, запросто. В конце дня могут крыться. Но это в конце дня по-американски уже туда ночью дальше. Переносить купленную нефть на следующей неделе – не советую. Индекс доллара. Ну, вниз. Вниз. Соответственно, у еврика и у золота появляется шанс в движении наверх. Что касается рубля и российского рынка, коллеги, такие глобальные события в Аргентине, где ставку ключевую Центробанка подняли до мирового рекорда 60% годовых, где на 50% упал аргентинский ПЕСО. Это влияет уже на весь мир, уже и в Турции опять лера подседает, и в Индонезии рупия обвалилась. Может, может повлиять это сильно на российский рынок, поэтому призываю Центробанк не допустить этого. Если вот так вот будет спокойно, как сейчас, значит, держат. Если сейчас на секунду упустят, и фонда повалится, и рубль, потому что на нас это влияет всегда. Ну, и напомню, что кризис 98-го года, дефолт 17 августа 98-го года тоже был связан с событиями и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии. Поэтому бдительность, еще раз бдительность, ну и желаем успеха Банку России в удержании ситуации под контролем. Спасибо, коллеги, вот такие новости на сегодня. Всем хорошего настроения и удачи!